С коррупцией будут бороться сообща. В ряды Народного фронта уже вступили тысячи добровольцев по всей стране. Все они готовы помогать выявлять расхитителей государственных средств. По оценкам счетной палаты, каждый 15-й рубль при госзакупках используется неэффективно. В масштабах страны это ежегодно потеря больше 1 триллиона рублей. Теперь контролировать расход бюджетных средств помогут активисты Народного фронта. 5,5 миллионов закупок было проведено за полтора года. И той же счетной палате невозможно отследить все эти закупки. А наши коллеги-активисты на безвозмездной основе помогают и счетной палате, и федеральной темонопольной службе, и самим заказчикам такие проблемы выявить, их устранить и постараться больше не допускать. Участники Народного фронта внимательно изучают госзакупки по строительству детских садов, школ, ремонту дорог и другим направлениям. Стоимость контрактов в некоторых регионах поражает. В одной области, к примеру, строительство детского сада стоит полтора миллиона рублей. В другой такое же строительство оценивают 8 миллионов. В результате контроля госзакупок фронтовикам удалось сэкономить 3 миллиарда рублей, не допустив при этом излишних трат – покупок квартир, машин, предметов роскоши и проведения корпоративов. Все, что выходило на сайт за честные закупки, допустим, попытка купить с изранской администрацией Toyota Camry, которая была отменена в течение 6 дней, это тоже прошло через сайт. Мы в конструктивном диалоге по телефонному звонку, по какой-то электронной переписке добивались того, что заказчик более тщательно отсматривал свой заказ и либо снимал его, либо вносил коррективы. Присоединиться к движению за честные закупки могут все желающие. В сети интернет создан специальный сайт, где можно оставить сообщение о выявленном нарушении. Также в Самарской области в скором времени заработает портал, где будут опубликованы все госзаказы, которые проходят через каждое муниципальное образование. Жители региона смогут проконтролировать, на что расходуются бюджетные деньги. Лариса Шлафаст, Дмитрий Мешканцов, События.